всем привет кто зашел на мой канал и мой канал называется татьяна беликова девчата сегодня 29 июня 4 часа у меня дня все всю неделю идут дожди не переставая вот только-только может быть часа два как прекратилась немножко разведнилась видите какая небо у нас серое все погоды нет девочки дожди и по прогнозу вплоть до среды сильные дожди я сегодня утром там снимала видео ночь что у меня не сохранилась не знаю почему сижу с внучкой с дочкой некогда снимать было абсолютно девчата но вязать я вижу потихоньку все равно ночами когда уже ребенок спит то дочка приезжала два дня ночевала сейчас собралась делать котлеты готовила девочки как сами знаете когда внуки в гостях и дети и взрослые были в гостях варила в общем кашеварила убирала встречала провожала вот чем я занималась в огород выйти не могу надо рассадить капусту а я никак и спеет дружно уже начала спеть смородина еще недели и нам собирать смородину а вот с этими дождями и не знаю будем под дождем собирать ничего не попишешь вот птички поют у меня на веранде прям под карнизом видно вывела птенцов или сами сидели три дня чирикали у меня прям в этой в доме на веранде сиди и слушай пение птиц игрена наверно там выводок был сегодня утром еще пели но сейчас уже не слышу я их не слушал вот поэтому девчонки я вот вышла на маме момент ловлю пока там внучки игры посиди будь умненькой вера наверху прибрались немножко пылесосили пыль вытирали и у меня лежал фарш растаивал но толком еще не растаял я подготовила сейчас буду делать картошку поставила пюре варить внучка просит и рис ей сварила рис и рис и картошку сварю и котлетами буду заниматься девочки вот качелю мы купили взять сейчас вам покажу взять собрал приходил с парнем все и собрали дети два дня покачались и дожди пошли я говорю вот дожди пошли что не покачаешься матрасик сняла с качели и занесла на веранду видите чего в огороде опять трава опять же трава вот там я выкосила там надо расходить капусту завтра пойду под дождем с ребенком еще и не видишь от нее нельзя отойти вот потому что от нее нельзя отойти я отошла она взяла матрасику так постелила на веранде где люк хорошо я увидела же ты что люк открытый ты постелила упадешь и убьешься вот вот такие вот дела девчонки и вечерами все равно вижу потому что вязать то мне хочется я вижу я кокетку связала до уже до подрезов отложила потому что с ребенком не могу высчитать разделить надо на рукава на тельце посчитать сколько мне нужно на подрезы но дитёк крутится под ногами все время требует внимание я ее отложила уже завтра и провожу и тогда разделю покажу все по кокетке и буду вязать тельце тельце быстро свяжется там крючком с дивы я вижу вот по а папу я завязала еще два процесса один процесс у меня один процесс это как же она я забываю все время название этой пряжи фикс прайса как же она называется она же боже мой я ее все хочу назвать фиалка это не фиалка жасмин с жасмина я завязала кофту на себя домашние девчата то ли кофта будет только туника не пойму еще за мной но сверху я начала сверху регланом и уже я ее довязала до талии там лицевая гладь потом уже после талия провязала немножко платочкой потом опять лицевая гладь дырочки сделала и снова лицевая гладь платочка так вот буду вязать ну посмотрю что это у меня будет или будет туника или будет летние как бы домашнее платье посмотрим еще не знаю по ходу пьесы была дочка в гостях увидела мою куртку мама красивая очень куртка свяжи мне такую я хочу такую бальзам на душу мамы но мама завязала ей куртку половина спинки я уже связала девчата завязала знака арктик 100 грамм на 100 метров у меня была вот что я связала себе она берет не берю за цвета господи также цвет опять забываю все но неважно там я с бутылкой смешивала с этой с двоечкой кавказской а здесь цвет вишневый такой вишни он называется тоже не вишня а что-то такое красное с красным ну как вишневые вот такой как я пальто себе вязал цвет очень красивый и выбрала она также кукурузкой но я вечером сегодня вот до час едет к нам в гости опять же она там свои дела все по поделала пошла покупать обувь на бочурин сюда и приедет к нам будет ночевать у нас вечером она будет с кристиной заниматься будет ее сама уже укладывать а я вечером сяду и вам покажу все свои повезушки в каком стадии чего вижу и из чего я вам все девочки покажу вот сейчас я вам покажу качельки и пойдемте в дом я буду делать котлеты вот девчонки вот такие вот качели купили и на них девочки на них еще матрасик вот это вот задняя спинка она опускается и получается как кровать вот вот этот тем он тоже вот так вот крутится вот видите можешь регулировать от солнца его но всем понравилось вера к вера лежала вчера и буду здесь спать вот кристина была но сегодня был дождь я убрала матрасик чтобы он не мочился как говорится поставили видите где первый этаж между окон там вот стол стоит рядом почему здесь поставили потому что во дворе вот в том еще наводить будем порядок там надо вот эти дрова все поперепилить убрать и что-то решать с сараем сарай надо строить там горю я же в основном права провожу где вот или вот здесь в огороде или же на кухне поэтому решили поставить ее здесь она окна мне мешает не затеняет кухню чтобы ребенок катался или вера и были у меня на глазах поэтому я сюда и решила оставить здесь ну вот девочки качаются дети качаются счастливые довольны чё еще надо в огород зайти невозможно картошка вот недоокучено тут три ветка и там вот маленьких два я думаю если вот распогодится дай бог видите как все все вложено все в тумане все в таком но облачно непонятно то доделаем и картошку как и капусту рассажу это никуда не уйдет еще тепла не было вон она вылетела птичка вот выше окна из-под доски вон там она вылетела сейчас она видать там свела свела девчата гнездо потому что так пищали три дня пищали вот прям на веранде стой слушай пение птичек вот этих понимаете думал пищат пищат пионы расцвели хочется солнца девочки хочется солнышко уже очень хочется солнца нету ну ладно девчата я иду в дом я иду в дом заниматься буду котлетами сейчас вам расскажу немножко что там по котлетам и начну жарить девчонки я пришла на кухню вот что я сделала полторы морковки через комбайн пропустила 3 луковицы здесь у меня 900 грамм индюшки фарш 900 грамм и два вот таких пакета но грамм так может быть с полкила свинины фарш положила специи и 2 яйца сейчас разобью все это перемешаю хорошо и наделаю котлет почему так много скажите одна с детьми нет сейчас дочь приедет а завтра и зять приедет делаю много мало никогда не готовим внучка бежит так если ты бежишь то и заходи тихо вот бежит бежит моя красотка здесь у меня готовится он он картошка я помну сделаю пюре и буду делать котлеты до кристина прибежал ну что рис сварила бабушка ты будешь сейчас кушать ты же сказала будешь ждать котлеты я тебя сейчас посажу вот так девчонки все поперемешаю и знаете что ребенок пришел никак она мне ничего не дает делать сейчас кристин подожди и сейчас еще хочу кусочек батона кристин ты хочешь чтобы я тебя показала да но девочки вон моя внучка вот она вот помаши пальчиком вот так ручка и скажи что на 100 привет всем привет привет скажи ну иди к столику встань тебя будет видно вот видите какая артистка пришла чтобы и она в кадр вот сюда вот залази вот сюда эти стульчик поставлю вот ты в кадре ты в кадре звезда моя дай вот будешь послушной девочкой она у нас послушная девочка ну хочу сюда немножко добавить этого батончика девочки потому что ну для вязкости ничего сюда больше так не докладываю вот будут котлетки дай так не торопимся говорим правильно ты любишь котлетки расскажи садики вам дают котлетки дают и ты кушаешь с удовольствием молодец так стой сейчас на батон замочим кристина только ничего нож ничего не трогай ладно и надо доченька трогать сейчас баба замочит дать осторожно там стой хорошо если ты уже пришла то стоим потихонечку ладно девчата расскажу вам по поводу своих книг вот батончик я немножко вот видите чуть-чуть буквально размочила вот кристина и добавлю фарш так палки селфи не машем хорошо не маши доченькой вот мне пришли книги мои 250 и 260 вот этих узоров то японских 21 числа и вот 21 числа девчат пришли мои книжки во владивосток пришла смс что ждите с вами свяжется курьер девчата я прождала 6 дней никто со мной не связался мне пришлось телефон на доставке нету мне пришлось звонить снова в москву в этот лабиринт в колл-центр их ней там дозвонилась тоже не с первого раза раз я прозвонила два прозвонила на третий раз я уже как бы пожаловалась там есть такое набираешь какой-то там номер и жалоба пожаловалась уже почему до сей поры никто со мной не связывается и никак и ничего абсолютно ничего девочки вот знаете как будто бы в лес какой-то пришли книги и исчезли город большой и мне потом с этого колл-центра звонят и говорят вы извините но но доставку они не осуществляют в дальние районы и на остров русский думаю ну а почему бы тогда по хорошему то не на но не позвонить и не сказать что приезжайте ваши книги лежат и забирайте нету доставки я поехала дождь тут каждый день девчат дожди каждый день вот зять съездил за качелями тогда солнце было и еще два денька было солнца дети качались а это все время дождь и дождь и дождь и день и ночь дождь идет солнца нет совсем и тепла нету вот не зря я куртку наташа завязала теплую теплую фарш еще ледяной у меня рука девочки мерзнет но я забрала эти книги книги мне девочки понравились узоры конечно там шикарные там описание как читать по прямой по круговому вязание поворотами вязание поворотными рядами вернее как читать схемы обозначения схемы единственно там схема мелковатые вот и нельзя где-то где-либо печатать показывать эти книги так как это нарушим права автора вот это вот но я думаю что можно эту схему перенести на листочек и вязать вполне я думаю так вот вчера только первая была у меня возможность вечером немножечко немножечко посмотреть эту книжку так я ее убрала потому что ребенок в доме знаете она и нарисует и все что угодно сделает с этой книгой я ее убрала шифонер спрятала это на вчера у меня уснула я немножко хоть поглядела книги вот это вот жаснил что вижу платье или платье или туника посмотрим девочки что получится еще не буду говорить точно как мне понравится так я сделаю или может быть платье сам свяжу именно вот для дома вижу я вижу ее на спицах три с половиной вот здесь вот первый как бы ряд я связала два ряда платочкой вот но и потом думаю посмотрим как я если что оформлю горловину крючочком отделку сделаю крючком а так мне пряжа вот на вид она как бы знаете жестковатая как бы грубоватый дать но вязать из нее приятно мне понравилось вязать и ира ермакова мне звонила она уже вязала детям своим невестки и внучки кофточки понравилось понравилось но я вижу что прям вот хорошие хорошие девочки вот и фарш мой готов сейчас только бери-долепи внучка побежала наверх всю неделю девчат на кухне кручусь вот всю неделю и пиццы готовила и рыбу готовила и гречку я им готовила и окорока готовила в этом курицу в духовке ну и горю ой как я устала а вечером сажусь как бы я не устала повязать девочки очень хочется очень без вязание и как вот но никак дочь приехала увидела качели и понравился этот мало ты поторопилась качели почему мы же хотели тебе на день рождения сделать подарок я говорю наташ я почему поторопилась что они при привезли в светофор и их три штуки всего и цена девочки у нее грузоподъемность 200 килограмм а цена 12 500 я в интернете смотрела с такой грузоподъемностью они стоят восемнадцать тысяч и выше и выше поэтому я ничуть не прогадала если покупаю вещь я смотрю еще и на качество хоть планшет вот брала вере я брала уже сразу качественные ребенку такой первом классе брала вершат 7 у нас планшет samsung он как новенький что компьютер я и покупала я не не либо какой куплю пусть он будет чуть дороже но он будет хороший чтобы он соответствовал всем параметрам так сказать ну потому что завтра я не пойду и снова не куплю вот почему так вот вернет мало можно даже на этой качели летом и спать там я говорю можно у нас забор такой хиленький но как бы с той стороны то забора даже и нету еще спать мы не будем ночью там а днем ты можешь лечь и придремать вполне ну руки мою и начинают девчата жарить а то уже и дочь на подходе я сейчас помну картошку пюре и потом к вам мои хорошие включусь ну вот сковородку меня накалилась сейчас я начну жарить и и с вами еще немножко поболтаем в общем девчата я лабиринтом осталась недовольная ну недовольная конечно быстро пришло сюда все во владивосток но если нет доставки вы уже бы писали бы что доставка самовывоз человек бы не надеялся а то я сидела дома а знаете когда приходит книга которую ты еще и ждешь естественно у нас же горит забрать партию правда же а у меня еще идет книга для веры мы выписали четвертого числа придет там метри друг от друга и мне шали палантины книжка идет тоже поэтому я уже она придет как только смс-ка сообщение да что книжки пришли я уже никого сдать не буду хотя это то доставка этих книг была бесплатная и как бы ну все бесплатно а там я оплачивала что по моему 50 рублей за доставку курьером она мне так сказала потом позвоните что вы сами забрали и вам вернут эти деньги за курьера мол назад ну там 150 рублей невеликие деньги но все равно я конечно их пускай возвращают раз они не возят я говорю я осталась недовольна этим магазином просто недовольная не то что я вредная нет ни в коем разе а я что это безответственно если вы берете на себя такие обязательства что и доставка и курьер значит вы должны исполнять эти обязательства потом еще девчонки вопрос такой сейчас я руки вымою ополосла что-то что-то Потом такой вопрос еще прозвучал у меня в комментариях. А почему у вас нет степеницы? Девочки, да потому что я живу одна с ребенком. Вот поэтому нет степеницы. Хозяина нету, мужа нету. Кто мне ее поставит? Она была с досок сбита. И покрывали мы ее этим полиэтиленовым полотнищем. Мы покупали лена. У меня еще где-то он лежит там даже. И вот укрывали. Делали дверку, и там порточка напротив была. Она была, но время-то идет, года-то идут. Доски, которые были в земле, она прям в земле, были доски, без фундамента. Они погнили. А кто будет что-то чинить? Я чинила, все делала сама помоложе. Но сейчас-то уже, мне 60 лет, делить с молотком и с гвоздями. У меня просто здоровья сейчас уже нету. Я взяла ее и разобрала. Разобрала и выкинула. Не знаю, не теплится уже как бы. По-моему, уже ничего не хочется такого грандиозного. Сарай надо ставить, потому что те же лопаты. Все это надо куда-то складывать. Где-то хранить. Поэтому сарай, он необходим. Те же дрова. Даже найдешь, что уложить в сарай. Это в частный дом. Вот. А потом покупать вот эти вот теплицы сейчас продают, которые готовые. Они карбоновые или что-то такое. Ну, стекло такое, как коленое. У нас вот соседка ставила такую теплицу внизу. Вот тоже у соседа есть такая теплица. А одна ставила вот там на повороте, как я на Большую тропу выхожу на дорогу. После тропика прохожу. У нас был тайфун, сильный ветер, девчата. И эта теплица у них улетела. Она просто поломалась. Полопалась, побилась вся и все. Это такие деньги, она же не рубль стоит. Такие деньги отдать за эту теплицу. А ветра. Вот вчера я стою вчера и говорю, Вер, на улице такой ветер. Такой ветер был. Это ужасно. Утром встала, у меня там сарай, ящик этот угольный. А рядом сараюшка, где у нас были цыплятки. И там у меня он уже подтекает, тоже надо его сломать. Престрой-то такой временный был. А временный на 12 лет стоит. На нем были листы железа тяжелые. Вот этот железный лист, он аж улетел. И там веревка такая, ковры вешала. Выбивать. Железная. Железная на тему-то. Она аж на эту веревку улетела. На железную. Представляете, весь этот курс. Поэтому тут, я даже не знаю. Мне дети говорили, мам, давай купим теплицу, может быть, поставим. Я не хочу ничего здесь. Захотят, молодежь. Пусть ставят, что хотят. Хоть 20 теплиц. Хоть что. И работают. А у меня уже нет ни сил, ни желания на это. Я, вон, купила качели. Буду сидеть и вязать. И дышать воздухом свежим. Все. А так, чтобы вот угробляться... Во-первых, кардиолог ясно сказал, в огороде мне делать нечего. В наклонку работать нельзя. Поэтому, ну, зачем я буду? Сама себе враг, что ли? Нет, конечно, девчата. Не есть ради кого еще пожить. Есть кого понянчить. И, как говорится, есть в кого вкладываться. Вера еще маленькая. И Кристина растет. Мне хочется видеть, как она будет расти. Правда же? Что-то так. Всего не ухватили. Весной, осенью, вернее, привезут. Все же овощи на базу. И все будет в доступной цене. Пойдем и купим. Вот. Поэтому я не хочу угробляться просто. Да, помоложе были. Как-то и работали. И все делали, все успевали. А сейчас так вот посмотришь. Утром встанешь, напланируешь то-то, то-то сделать. А пока одно сделаешь. Я вот сегодня еще встала. Я встала. Мы убирались. Я пыль вытирала. Вера пылесосила. Вот. И я постирала. Одну стирку я постирала на улице. Дожди. И я поставила. Вер, поставь потом, по-моему, чтобы не шуметь. Да, я поела. Она поела? Да. Молодец. А чай вы попили? Сейчас пора пить. Ну, пейте, дочь. Конфеты там внизу, в тумбочке. Наверху есть. Только много ей не давай. И сама много не ешь. Угу. Угу. А две-три конфетки и хватит, а то часа служит. Вот. Ой, про что вот говорила? Я уже отвлеклась. Вера зашла, я даже не слышала. Видите, как. Кота, закрой люк только. Кот пришел. Кот пришел. Вот, девчата, видите, как говорила. Я ей говорю, постирала. Одну стирку закинула. Повесила там на кухне. Детета маленькая. Она на дне несколько раз ее надо передевать. Наташа привезла опять баул вчера белье. Я ей говорю, да что же, я не постираю, что ли. Ну, постираю, конечно. Да и с нас каждый день мы же меняем все. Вот, передеваемся. А вроде кушать, цылаешь, уберешь ты, и деньги сейчас на исходе. Вот так вот и живем. Оно же. И то вроде хочется сделать, и то. А по факту не получается. Мы уже замедлили, девчонки. В таком возрасте, да, я говорю, лет бы 20 назад. Ну, 40 лет. 40 лет все горело в руках. И все успевалось, и все делалось моментально. И окна перемоешь, посуду перемоешь, и дом вымоешь, выдраешь. И еще силы были куда-то пойти гулять. Сейчас в город тут сходишь, приходишь никакой от города. Шум гам. Устаешь. Внучки, вон, как хорошо у нас. Тишина здесь. Домой поедешь, родители спрашивают. Она говорит, нет, я тут буду жить. Я тут буду жить у бабушки. Спит со мной, девочки. Не ложится в кроватку. Я говорю, что, кроватку будем убирать? Да, говорит, мне надо теперь кровать купить с лесенкой розовую. Двухъярусную. А я говорю, двухъярусную. Зачем мы тебе купим маленький диванчик вместо кровати? А кроватку уберем. Ну, завтра заберут, завтра заберут. Мы уже тогда с Верой опять в свой ритм, в свою колею, как говорится, житейскую войдем в русло. Вера уже устала моя от гостей. Она тоже привыкла же в тишине. Ну, у каждого свой уклад жизни, девчата. Мы потихоньку живем в тишине, вдвоем. У нас никто не шумит никогда. Тихо и спокойно, и все разномеренно. Вот даже на сроке у нас жизнь идет по-другому, как в городе. Там все бегом. Там вот этот вот стресс на каждом шагу, девочки. На каждом. Все торопятся, все куда-то бегут, все спешат. Мы живем спокойно, мы не торопимся. За нами никто не бурнется. Это факт. И мы делаем все соразмерно временем. Ну, пили сегодня с ними. Что не делаем, делаем завтра. А в городе там живое, люди бегут. Вот так вот мелькают. Я устаю от города. Честно. Устаю. Сильно устаю. Дочь вот моя, она городская. Она весьма... Мне наоборот надо шум, гам. Вот она 4 года просидела с ребенком дома. В муж ее. И сейчас не хочет отпускать на работу. Сидина с детем. Но она уже не может сидеть. Что сидеть-то? Тоже дома одной стеной. Хочется в коллектив. Я говорю, и дидочка работы, конечно. Вот в понедельник пойдет тоже на работу. Ну, выйдет в детский сад, куда ходит трястина. Только в другую группу. Поработает пока там. Девчонка уйдет. Девчонка и придет. А у нас, девочки, вот Вера на каникулах уже месяц прошел. Каникул. Он незаметно и пролетел. Погода нет, обидно, что погоды нет. И мы как бы не можем... Куда ты пойдешь, когда на улице не трещит и дождь сильный? Никуда, естественно, не идем. А хочется, хочется, но до среды вроде бы дождь. Я говорю, Вера, в среду последний день вроде как дожди. А там, говорю, если дождь прекратится, мы с тобой пойдем в кино. Она говорит, пойдем, мам. Я говорю, да, что ж сидеть-то? Тоже каникулы проходят. Никаких развлечений нет. Это ж тоже неправильно. Нужно сходить и узнавать за океанариум. Ездить на русский, в океанариум. Я там еще не была, девчонки. Я как-то говорила. Костя говорит, и Кристину возьмете. Я говорю, да взять-то возьмем, выдержит она. Это ж целый день. Ну, хотя она, знаете, прыгает целый день. Я говорю, ты не устала? Нет, они же, энергии-то много у детей. Скачет вон, бегом-бегом все. Она у нас тут, вон, спокойный ребенок. Он, Вера, сейчас брала, покормила ее. Там, Вера, чай теперь запейте, конфеты много, не увлекайтесь. То, та малая потом кушать не будет. А большая тоже, девчата, я вот мы прошла у нее эта ручка-то, пятнышко. Но все равно воздерживаю ее от сладкого, много не даю. Она вот это вот любит кукурузу в банках. Она же тоже польза-то не приносит, это вот кукуруза-то. То же самое там напичкано много чего. Я говорю, Вера, старайся, не есть такие вещи. Ой. Ну, дети хотят то, что именно считается вредной едой. Колы, молы. Они хотят этого. Ничего от этого не сделаешь. Вот что. Конечно, им хочется. А я говорю, этого нельзя, этого нельзя. Чего ж тогда можно. Ну, мы воздерживаемся, девчата. И сладкое, чтобы она так поменьше ела. Конфетки покупаю, конечно, и эти батончики у нас взяла. Но не так, как она раньше могла большую шоколадку пролететь, проесть за раз. И батончика два-три шоколада. Ну, куда это? Это много. Это много. Говорю, не ешь так только. Вот котлет наделаем. Пюре есть, рис есть. Компот у меня наваренный. Что-то все присели на вторые блюда, девчата. Вера делала себе салат, помидоры, огурцы вечером. Она сегодня на первом этаже спала. Но Кристина и там. Она говорит, я пойду на первый этаж в тишину от вас. Я говорю, ну хорошо. И в тишине. Ну так, ну вот, девочки. Ну, сегодня вот Наташа будет с ней. А я вам хоть покажу свои повезушки. И вот хочу, вот я не знаю, все равно же лето-то будет. Хочется мне вот эту я свяжу с этой, с Дивой, да? Кофточку себе. И хочется же еще и Вере завязать. Или же крючок, опять же крючок. Ну, посмотрю. С Дивой. С Дивой я вот свяжу одну. Хочу с улипчика еще свяжать. Знаете, можно вязать ракушками тоже. Будет очень красиво. Дива мне... Ой, это... Сулик мне нравится. Я вот внучке вязала. И я вязала его, девочки, на двоечки. Вот. Платье прям вот шикарное. Шикарное. Вот. Дочке понравилось вот это платье. Дефирка. В понедельник, господин, я встанет. Я еще не сфотографировала ее. Надо... Ну, сегодня уже не получится. Уже дело к вечеру. А завтра ребенка нарядим. И я ее сфотографирую, девчата. Потом вам покажу платье на модели. И уже их провожу. Тогда сделаю обзор на клеткатерины. Вы уж меня простите, девчата. Но эту неделю, я говорю, ничего не могу сделать. Абсолютно. Развечем. Люблю шкварки, девчата. Вот это вот. Собираю шкварки. Мне нравится. Вот котлет сейчас навертим. Чтоб завтра мне не стоять. Вот здесь. В печке. А то получается так... Дети приходят, я должна встать в печи. А я хочу просто пообщаться. Лишние часы, чем я стою вот возле петли. Вот. Уедут. А мы будем скучать опять. Так, сейчас я руки вымою, девочки. Я, девчата, налила кофе. Пьют, что у меня голова опять кружится. А кот мой наелся, пришел, на пол лег и лежит. Кристина, у них же кот. И Кристина его таскает, девчата, в детскую коляску положен. Вот так качает. И он как этот, мякуш, лежит у них, балдеет. Она так же маркиза тут таскает. Я говорю, Кристина, это маркиз не ваш, Пася. Он не любит этого. И он убегает, бедный, пришел, сейчас он завалился. Отдыхает от девчонки. Не любит, чтобы вот так вот тягали. Она прям таскает, тискает его. Вот тоже как-то спрашиваю, Саня, что-то не валяешь котлеты в муке. Вот эти валяю. А вот я когда делала котлеты с утиным фаршем и плюс курица, они как бы жидковатые, девчата, получались. Поэтому я ложечки прям ложила их и жарила. Ну а здесь что? Здесь свинина и индюшка. Ну и свинины хорошо, грамм 400, говорю. И индюшки 900 грамм. Килл 30, нам больше даже здесь получается. Там, наверное, свинины побольше было. Я когда покупала, я сразу крутила фарш. Вот фарш у меня, кстати, весь мы использовали. Остались там такие, как стейки я резала и 4 соколка. Дочке, говорю, помнишь, мама делала? Она говорит, помню, вкусные. Я говорю, ну вот сало доедим. И я сделаю тогда вот эти соколочки. Отварю и буду показывать, девчата, я покажу. Это вкуснятина обалденная. Просто вкусно. Ты его нарезаешь и кушаешь. Она будет такое мягкое, сало мягкое. И как бы не как соленое сало. Оно жесткое тянуть надо. А это нет. Копчено-вареное вот такое получается. Вкус хороший. Ну вот я вам рассказала. Новостей особых нету. Так, чтобы что-то рассказать. Никуда мы толком не ходили. Гуляли возле дома. Я только гуляла по кухне, по своей. И поэтому, девочки, в воскресенье выйдем в прямой эфир. Пообщаемся. Я уже деток своих провожу. Отдохну, чтобы быть отдохнувшая. Готовьте вопросики, девчата, кого что интересует, кто что хочет узнать. Вот. Там тоже такой вопрос промелькнул опять. Но новые люди добавляются, девочки. Поэтому, конечно, вопросы многие повторяются. Таня, там одна женщина пишет мне, что ей врач тоже запретил курить. И сколько попыток было, она не может. Вопрос, как же ты бросила курить? Ой, девочки. Вот скажу очень просто и своими словами. Я пыталась бросить курить. Я 40 лет курила, девчата. С 17 лет. Ну, дурь быть молодой. Ума-то нет. Ходили на танцы. Пойдем перед танцами там в кустиках покурим. И идем на танцы. Чего? Все получали от этого. А это вот сегодня, ну, молодежь курит. Или нам надо же, мы же тоже взрослыми хотели быть. А оно затягивает, затянуло так, что потом я только бросала курить. Беременность. И пока дети маленькие были. Наташей до года я не курила. Катей не курила до 7 месяцев. 7 месяцев снова закурила. И все. И потом сколько попыток было бросить, не могла, девочки. Мне дочь присылала вот сюда пластыри. Присылала таблетки. Вот. Никотиновые их пьешь. А я и пластырь, и таблетки. И еще плюс курила. Как у меня голову не разорвало в разной части. Не знаю. Но курила. Не могла бросить. А когда вот получился инфаркт, это же сосуды забитые все, врач мне сказала. Ага. Это у нас заядлый курильщик. Я говорю, ну да, да. Я признаюсь, что непокрушная была девочка, вот курила. Это плохая вот фигня, но если мы курили здесь, от этого никуда не бежать, не спрятаться. Это просто привычка. Ну и она мне тогда сказала, я вас уговорить ведь не буду. Хотите, курите. Хотите, бросайте. Но будете курить, вы умрете. Потому что поставили когда стенд. Он у меня и так закрылся через два месяца после операции. Один стенд. И я потом попала на повторную операцию. Ну, благодаря моей дочке второй, что вот она дошла до глаз. До главного кардиолога Приморского края она меня посмотрела и срочно положила на второй операцию. А у меня стенд закрылся, девчата, сердце. И они раздували его и второй стенд поставили. Стенд, стенд. Вот. Курить нельзя. Мы курим, никотин обволакивает наши. И без того плохие сосуды. И вот тут вот у меня уже в голове я тогда доктору говорю, я не буду курить. Она говорит, обещаешь ли я? Я говорю, обещать не обещаю, ничего не скажу. Но я знаю, что я курить не буду. У меня Вере было 12 лет. Кому моя Вера останется, если я умру? Кому? Да никому. Она останется за второй раз без мамы. Я этого позволить не могу. Это сильно, ну как сказать, это невыносимая мысль даже в моей голове. Поэтому я, вот как ушла, как меня скорая увезла, в тот момент, что я даже в руках, честно скажу, сигареты даже в руках не держала. Вот. А сейчас, вот благодаря моему вязанию, я же все время вяжу, считаем, мысли заняты, руки заняты, как раньше. Пойдешь там, поработаешь или косишь, ах, пойду отдохну, а как отдых? Отдых обязательно перекур. Пойдешь и покуришь. А сейчас нет, и мне не хочется идти отдохнуть. Я отдыхаю именно за вязанием. И вот я хочу сказать, вязание мне в этом помогло, но, девочки, у нас все вот здесь. Вот здесь нужно себе дать установку, что я этого делать не буду, потому, что я хочу жить, я хочу наслаждаться в жизни, я хочу видеть своих детей, внуков, я не хочу умирать. А если я буду это делать, я просто умру. И вот от этого, от этого, вот здесь засаживается в голове, и мы уже плясом, мы живем и радуемся. Поэтому, я желаю, кто курит, всем бросить курить, просто сами себе дайте слово. И положите ее где-то здесь, вот на полочку. что я больше этого делать не но иду. И все, девчата, оно уйдет. Вот не дай нам же алкоголиков как лечат. Если у него есть желание, он излечим. Если у него нет желания, о, котлеты большие, мы маленькие не делаем. Мы делаем хоть пирожки большие, хоть котлеты, так, чтобы одну-две съел и наел все, девчата. У меня нет таких городских. Так вот, где-то там пирожочек городской, а в нем и начинки не видно. У меня пирожки деревенские, котлеты деревенские. У меня тетка была шеф-повар, девчат. Пельмени лепили вот такие. Они же еще набухнут, разбухнут. 5-6 штук съел, наелся. Вот это пельмень. Никогда маленькие не делали. И рыбу жарила. Она работала в Тавму шеф-поваром. Ну, покушать, соответственно, любила и нас приучила. Я помню, ночевали у них. здесь, в доме с сестрой. Еще спим, зима, 3 часа ночи. Тетка тук-тук-тук на кухне мясо отбивает. Отобьет мясо, все приготовит. дядька. Дядька еще живой был, спал. Там в своем спаленке где Вера вот сейчас живет. Это их не была спальня, а моя спальня, это была детская. И нас поднимет в 7 утра девочки, подъем. Вот, что спать-то голодными, пошлите кушать. И вот мы сядем в 7 утра наедимся. Ой, еще поставят графинчик вина, а вино всегда домашнее было. Ой, девчонки, только вспоминания остались. Такие добрые, хорошие воспоминания. Вообще любила свою тетку наравне с мамой. Наравне. Вот у меня разницы между ними не было, что мама, что моя тетка, тетя Тоня. Маму звали Анна, а тетку звали Антонина. Очень хорошая была. Очень. Такая душевная. Ну, тяжело ей, тяжелое жизни не было. В 12 лет она была за главу семьи. Ответственность взяла за всех своих сестер. Старшие братья на фронт ушли, два брата. А у ней остались две сестра и младший братик. И она за всех, как говорится, была в ответе. Старайтесь, девочки, раньше, какие люди были. люди. Ну, наверное, и сейчас есть такие люди, потому что, когда случаются экстремальные ситуации, то мы и мыслим, и действуем совершенно по-другому, не так, как в обычной размеренной жизни. Получается, что у нас даже мозги начинают работать по-другому, понимаете? мы ищем всегда выход из сложившейся ситуации сразу же. И бывают такие моменты, что за минуту тебя посещает столько мыслей и как надо сделать и быстро-быстро среагировать на все вот это, девчата. Это действительно так. Это так. Ну, кто в экстремальных ситуациях, пусть их не будет, пусть будет размеренная вся их жизнь, счастливая, наполненная добротой и без всяких сюрпризов таких, девочки. Радуйтесь жизни, девчата. Делаем добро, получаем добро. Я всегда так говорю. И дети мои говорят, мама, что ты нам давала, вот сейчас мы тебе возвращаем. Это очень приятно до глубины души. Очень приятно. когда ты слышишь такие слова от детей, ну, значит, мы жили не зря, значит, мы все правильно в этой жизни делали. кофе пью, но я пью редко, девчата. Что-то у меня голос сегодня пропадает. Не знаю, я вроде бы так и не делала ни сквозняков, на веранде было открыто вчера у нас. а так дома жара, дома тепло. У нас сегодня сосед, гляжу, дом, ну, что умер, сосед там, жена его да дочка приезжают же, топили печку, дым шел. Ну, у них они зимой и летом холодный дом, холодный прямо. А у нас жара, дискетки, вот с тем подлёгеньким покрывается, внучка моя вообще вот эти динки лежала в трочках и в маечке. Я говорю, пледиком укроешься? Она его только взяла, рядом с тобой положила, а укрываться не укрывалась, всю ночь раскрытая. А так дома хорошо, воздух сухой, приятно на улице сфира. Мерчка прям, мерчка. Знаете, непонятно какая-то вот июнь месяц, сейчас я возьму тряпочку, июнь месяц в солнечных дней по пальцам. Это вот я приехала во Владивосток в 76-м году. И вот первые годы я здесь жила, девчата, здесь июнь был мороз, мороз, всё время моросило, пасмурно, моросил дождик всегда. Это вот прям как закон. Потом как-то климат маненечко поменялся. А сейчас опять такая же песня. То июнь мы лета не видим, просто не видим. вот котлеты мои прибавляются. Уже полкастрюли большие леплю. Зять завтра придёт. Тёща старается. Ой, мы так смеялись. Наташа говорит, мама, ты вот нам всё перебила, мы хотели тебе на день рождения купить котелю, а ты купила. Я говорю, ну купила, ладно. А теперь озадачила, говорит, нас, а что тебе подарить? Ну, от всех. Катерина и она и с Костей и от внучки. А я говорю, да не надо мне ничего, подарите мне три рубля. Я куплю пряжу. Она говорит, нет, пряжу ты и так купишь, а надо какой-то подарок. Я говорю, ну, что купите, тому буду и рада. А правда голос что-то садится прямо невозможно. Жарю на масле Рико, девчата. Хорошее масло. Вот прям шикарное. А то, вот что я брала жарку, она так стоит в телитрушках. Мне писали девчонки, Таня, досочки, что я купила промажь маслом. Но я ещё не промазывала. Вот тем маслом я и промажу. солнце вылезет, я на улицу выйду, промажу, чтобы они как бы хорошо просохли. А в эту погоду ничего не хочется выходить, девчата. Ничего. Тепла нет. Я даже не знаю, сколько градусов. Кот старается дома быть. То кот придёт, поест и уходит, а тут он кот поест и лежит. Там наверху он на подоконнике лежит, а здесь он на полу растянулся и лежит. На улицу не рвётся. Вот. Кошку не знаю, девчата, ушла она или не ушла, но не слышно и не видно её. она наверно кольца перетащила к себе домой. Скорее с пиво, девочки. Вот. Ну, если перетащила, то и хорошо, потому что переживаю. Всё равно переживаю. кормлю. Вот. котлеты. Сейчас доченька придёт, буду кормить их опять, всех посажу. Накормлю. Косатур спяту своё вязание. Моя дочь наконец-то начала со мной разговаривать про вязаные вещи, смотрела спицы, думаю, может быть заинтересуется. А внучка девчата, прям вот я подрасту, бабу буду вязать. Я говорю, учить тебя надо будет. Она говорит, научишь. Я говорю, научу. И сегодня подходит, мне розовые спицы дашь, розовые, любимый цвет. Я говорю, я тебе и розовые спицы подарю, и пряжу розовую, и будешь учиться. Говорю, будешь учиться? Она говорит, буду. Вот. Я говорю, ну, если ты пойдешь по бабушкиным стопам, еще годочек, из пяти лет, можно, наверное, будет ее потихонечку учить. У Веры пока желания нет, девочки. Абсолютно. Она спицы равнодушна к ручкам. Ой, а мы я вообще без вязания даже жизни не представляю себе, как это, как это я раньше жила и не вязала. Поражаюсь и удивляюсь. Да? Вот за это благодарна Ютубу, интернету. Вчера смотрела девчата. Ну, видите, как я же девчонку уложила спать, потихоньку включила компьютер, сидела, вязала Наташу на куртку и смотрела. Много новых каналов появилось там молодых совсем девчонок. Я вчера смотрела, глядела каналы, интересные есть каналы, но не комментировала ничего, говорю, потому что тихо-тихо включила, сидела, просто наслаждалась вязанием и слушала. И смотрела обзоры старые еще ролики убежат, обзоры пряжи. Я люблю эти ролики смотреть. Посмотришь, когда пряжу, что получается вдохновение. Что-то хочется новое вырезать, что-то хочется такого именно цвета, такого. Ну, вот сейчас у меня получается пальто. кофта и платье. Три, да, три проекта и один у меня лежит недовяз, который я проутюжила в платье Шатерима и у меня кофту, вернее, и он у меня получился пледом. Вот. Надо его тоже довязывать потихоньку, но я его буду потихоньку довязывать. это будет как бы плед на маленький диванчик в зал. Ну, а теперь, девчата, купили эту качелью. Там, я так поняла, поролоновый вот этот матрас, он вот так привязывается, и на нем просто ткань, просто ткань сшитая, она даже не такая вот как ТЭН, он для дождя, а там просто, когда дождь, приходится этот матрасик его убирать. А я еще говорю, о, теперь, теперь нужно будет связать туда тоже какой-то плед. Можно, знаете, так укрываться на улице, вечерами сидеть, укрыться. Представляете, какая красота. Вот, вот новые у меня эти появляются заботы навязать еще пледов. Вот. И заселать, направлять там и укрыться. Вот. Я люблю вязать пледы. Мне нравится. Мне нравится. Вяжешь долго. Ну, долго вяжешь, если еще у тебя на спице, там, на крючке какие-то изделия. Если вязать, взяться вот так чисто за один плед, допустим, да, то за месяц я его свяжу. Но, вот как я вязала радужный там плед, я его вязала, вязала, а сейчас надо так просто завязывать, чтобы были такие проекты, и помимо этого пледик где-то устал от таких плечевых изделий, взял, повязал плед, где голова отдыхает, а работают только руки. Вот. Вот я подумаю над этим вопросом и буду еще вязать плед. Да и не один. еще надо вязать, сейчас вот внучки будут покупать они диванчик, уже кроватки как-то маленькие. Я вязала-то, они такие были более-менее детские пледы, да, а потом надо же вот от диванца побольше вязать и тоже, чтобы застилать, можно было диван и укрываться. Укрываться есть чем-то. Все пледы, что я ее вязала, лет до 12, она смело будет ими укрываться. а хочется, чтобы вот было именно постель убирать, застилать. Было чем застелить, девочки. Вот это вот. Ох, сколько будет у меня котлет, я еще только половина, половина фарша. Вот. Ну, наделаю. Пускай едят, что не съедим завтра, пусть с собой забирают. Заберут дома. Дома скушают. Ох. Когда мужчина в доме, оно быстро все съестся. Это мы с Верой вдвоем у нас что мы творили и кушаем там. А когда мужик дома, ему надо мясное, мясо за котлет. Вот. такое посущественней. Это правда. Ну, вот, девчонки, я вам наболтала сколько всего. А вообще, девочки, я, наверное, сейчас уже буду дожаривать, да? Вам потом покажу результат, сколько у меня получится котлет. Вот. Я уже думаю, может быть, нет, замораживать не хочется, потому что здесь у меня уже и лук, и морковка, или заморозить. Потому что там много я нажарила. Ну, в принципе, нет, я еще сковородочки две прожарю. А это, наверное, точно заморожу. А завтра свежий сделаю. Горяченький, стулу, жар. Не знаю, что и сделать, или убрать, или заделывать. вот так, девчата. А вечерком я обязательно к вам подключусь и покажу все свои работы, что у меня и как. Обязательно. Сейчас вам покажу, мои девочки, что у меня здесь. Вот мои котлетки, видите, румяные. Вот они, вот они, вот горячие. Сейчас на тарелочку, давайте я достану тарелочку и так разрежу, чтобы вы увидели. Чтобы разрезать и показать. Сейчас, девочки, сочная котлета. Сейчас буду внученьку и дочечек. Ну, вот она, смотрите, сочная, вон сок прям течет с нее. Ой, девчонки, свинина классная, свинину брала в этом, в светофоре тогда, 7 килограмм я купила, не пожалела ни разу. Сейчас привозят, будем брать, потому что вот эти котлеты, тефтели, можно ежики делать, да все, что угодно. Все равно что-то кушать-то надо, девчата. Ну, вам скажу, всем приятного, приятного аппетита. Я буду дожаривать, пойду девчонку, девчонок звать, пусть идут пока свеженькие едят котлеты. И, и, уже пережарю все, вам покажу тогда свой результат. Хорошо, девчонки? Показать покажу обязательно. Похвастаюсь, так сказать. А кто сейчас кушает, всем, мои дорогие, приятного аппетита. Ну, вот, девочки, у меня получилось вон сколько котлет, это сейчас я накрою, пюре, дочь уже на подходе, и рис, я надеюсь, что я завтра не буду, и рис. Вот он тоже крупинка от крупинки, классный получается. Здесь будет салат, орешки там мы надежарили, арахис. Кушать все есть. Сейчас детей покажу вам, качаются. Вот, дети мои, Вера убежала, застеснялась. Как, Кристина, котлетки? Вкусно? Да. Вкусно. Мяу. Сразу мяу. Пробуют котлеты. Вера убежала, застеснялась, девчонки. Вот, тряпочка, ручки вытирать. Все, девочки, а я на этом дождь перестал. Видите, как хорошо они вышли качаться. Пускай качаются теперь. Хоть немножко погуляют. Да, Кристина? Ешь, моя внученька. Иди, Вера, иди. Скажи, как тебе котлеты мои понравились, дочка? Да. Вкусные. Ну, выходи, иди туда. Всем махни привет-привет. Приятного аппетита. Чего ты застеснялась-то? Ты у меня лучше всех по жизни. А? Я одета. Одета, говорит, как бомж. Ничего, по-домашнему одеты мы. Кристина, махни ручкой. Все. Пока-пока, скажи. Пока. Ну, а на этом, девчонки, я этот влог закончу. Вот мои цветочки. А вечером я покажу вязальные мои работы. Всем желаю счастья, здоровья, чтобы все были живы и здоровы. Это прежде всего. Вот пиончики мои, видите, зацвели. Вот этот кустик, тоже надо подвязать его. Там. А там отцвел. А вон вдали Жуля. Жуля. Вон она, девочки, сидит. Высунулась. Вон, голос тоже подает. Вот это наздоровится. Вот мои огурцы вылезли, что я посадила. Надо вот эту грядку добивать. Завтра кровь из носу. Вот они, огурчики. Видите, какая-то собака лазила. Вот огурцы. Нам хватит, девочки. Мы не закатываем, поэтому я думаю, это вполне тут два, четыре, шесть, восемь, двенадцать. Ой, уже там четыре это шестнадцать, девятнадцать. Двадцать, двадцать три, двадцать шесть, двадцать семь огурцов вылезло. Хватит вполне. Не буду насаживать. А этот, видите, побил дождь. Вот куст, он уже как бы отцветает. Ну, ничего. Страшно. Вон там кровать стояла, еще не вытащили. Видите, ветер какой был. Все обвалилось. Девчата, всем всего-всего самого наилучшего. Я с вами попрощаюсь. Ненадолго, буквально вечером я сниму мои работы визальные. Всем пока-пока. Пока-пока.